Здравствуйте! В эфире программа «Кстати». С вами Сергей Смирнов и Любовь Солодовник. Сегодня мы поговорим о предвыборных ожиданиях избирателей, в частности, об образе идеального кандидата. Кстати, всего пару месяцев назад Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения провел исследование как раз на эту тему – образ идеального кандидата в депутаты Государственной Думы. 27-30 апреля этого года были проведены 10 фокус-групповых дискуссий в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском и Краснодарском краях, Волгоградской области. Критериями отбора участников были пол, возраст, образование, отношение к политическим партиям, декларируемое участие в выборах и интерес к общественно-политической жизни. В преддверии выборов прошло уже около десятка партийных съездов, но полные списки кандидатов в открытом доступе есть пока только у четырех парламентских партий. Поэтому сегодня мы обсудим кандидатов именно этих партий, насколько они соответствуют ожиданиям общества. Согласно исследованию, избиратели ждут от кандидатов в депутаты Госдумы профессионализм, готовность предоставлять интересы людей. Кроме того, усилился запрос на умеренные перемены и новые лица во власти. Кстати, у «Единой России» в Ростовской области из 16 кандидатов 13 человек или 81% – это новые лица. У КПРФ из 10 кандидатов только трое впервые участвуют в Госдумовских выборах – 30%. У «Справедливой России» такой показатель – 64%. У ЛДПР из 9 кандидатов 7 впервые участвуют в выборах в Госдуму, то есть 77% от списочного состава. Правда, все это незнакомые нам лица. Во всяком случае, в открытых источниках не удалось найти никакой информации об их общественной и политической деятельности. А среди наиболее востребованных типажей будущих депутатов – доверительный посредник между населением и властью. Пример – это депутаты областного законодательного собрания Евгений Бессонов, КПРФ, Сергей Костинов, «Справедливая Россия», Виктор Дерябкин или Лариса Тутова, «Единая Россия». И особенно избирающиеся ранее одномандатниками – «Единороссы» Максим Щеблыкин и Александр Шолохов. Избиратели готовы поддержать и тех, кого можно отнести к так называемым контролерам за чиновниками. Яркий пример такого кандидата – Антон Гетто, один из трех представителей Общероссийского народного фронта в региональной группе «Единой России». В политике избиратели хотят видеть людей активных, компетентных, ответственных и опытных. И при этом негативно воспринимают такие качества, как популизм, самостоятельность, агрессивность или запятнанная репутация. Кстати, «Единая Россия» – это единственная партия, которая изначально не рассматривает в качестве кандидатов лиц, имеющих судимости, в том числе и погашенные. А у избирателей могут возникнуть вопросы и даже претензии к некоторым кандидатам-оппозиционерам, например, к коммунисту Владимиру Бессонову, в отношении которого еще в 2012 году было возбуждено уголовное дело. Или к справедливому Росу Олегу Пахалкову, который в своих интервью не отрицает факта вынесения в отношении него обвинительного приговора за клевету. Одним из главных качеств идеального кандидата избиратели считают его местное происхождение. Он должен быть свой. Особенно это касается тех, кто находится во главе партийного списка. Фактически является лицом. У «Единая Россия» у КПР во главе региональных групп уроженца Ростовской области губернатор Василий Голубев и депутат Госдумы Николай Коломейцев. У «Справедливой России» во главе одной региональной группы «Москвич» Илья Елизаров в 2003 году был 14-м номером в федеральном списке ЛДПР. Во главе второй – Олег Пахалков, уроженец Астрахани, с 2011 года депутат Госдумы от Воронежской области. У ЛДПР во главе региональной группы Сергей Иванов. Он родился в Томске, возглавлял Белгородскую городскую и Курскую организации ЛДПР и избирался депутатом Госдумы от Московской области. А в нашей области работает меньше года. Ну что ж, о кандидатах можно говорить еще много, но время нашей передачи заканчивается. Увидимся через неделю. До свидания. У тебя есть идеальный кандидат в депутаты? Кто? А у нас в стране тайное голосование. Да ладно? До свидания. До свидания. До свидания.